Необычный судебный процесс начался сегодня в Москве. Житель российской столицы подал в суд на американского гиганта Apple. Истец требует вернуть ему деньги, уплаченные за iPhone 6s. Дмитрий Петров приобрел смартфон с объемом памяти в 16 гигабайт. В процессе использования выяснилось, что реальная свободная память менее 12 гигабайт. Остальное занято операционной системой. Кроме того, ИСА возмутило, что в одном гигабайте памяти iPhone ровно 1000 мегабайт. Мужчина предъявил постановление российского правительства, где сказано, что в гигабайте должно быть 1024 мегабайта. А значит, память смартфона оказалась еще на 2% меньше, чем он рассчитывал. Представители Apple заявили, что все это обычная практика, а российское правительство может только рекомендовать, но не указывать, как измерять гигабайты. Следующее заседание суда состоится в мае. Система исчисления памяти, это что самое существенное для устройств Apple, не соответствует постановлению правительства, то есть тем стандартам, которые приняты в Российской Федерации. Слабость страны ответчиков в том, что они, по сути, не признают постановление правительства Российской Федерации, которое определяет объем памяти и предлагают сослаться на некий международный опыт без каких-то конкретных документов.